Украина Украина проводит войсковую операцию, а Россия контеррористическую. Абсолютно не те весовые категории. И продолжатся ли аресты в Минобороны России после провала на собственной границе? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как подходит к концу вторая неделя активных боевых действий в Курской области. И как соблюсти баланс между «своих не бросаем» и обязательным поиском виноватых. Еще на прошлой неделе агентство «Блумберг» сообщало. Глава российского генштаба Валерий Герасимов знал о грядущем наступлении Украины, но Путину ничего не сказал. Теперь о карьере военачальника переживают источники «Верстки» и «Москал Таймс». Тему продолжит Илья Козин. Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Это доклад главы генштаба Валерия Герасимова Путину 7 августа этого года. Со временем выяснилось, что утверждение Герасимова не соответствует действительности. Уже на следующий день появилась информация о боях у города Суджа. А на этих кадрах журналистка украинского телеканала «Один плюс один» показывает, как в Судже снимают российский флаг. А 15 августа из Суджи вышел репортаж уже итальянского телевидения. Ранее в интервью «Свободе» военный эксперт Юрий Федоров заявил, что на роль виноватых в провале обороны при граниче есть несколько кандидатов. Герасимов, в принципе, это наиболее вероятный козел отпущения, тем более, что военная разведка, которая проморгала все это, она подчиняется именно Герасимову. Другой возможный козел отпущения – это Бортников, шеф ФСБ. Военный эксперт Давид Шарп тоже полагает, что отвечать за права обороны придется Герасимову. Командование, российское командование, а там уже зависят группировки или весь генштаб, крайне недооценило возможность наступления украинцев через границу, это мягко говоря. Соответственно, реальной готовности к отражению украинского наступления не было. Все дело в том, что ФСБ управляет приграничными войсками, а они тоже упустили продвижение Украины. Но помимо уже названных, могут последовать уголовные дела и против других чиновников. Не только в Минобороны, но и гражданских, выяснила Верстка. Кто сейчас под прицелом, пока неизвестно. Но, как отметил в разговоре со свободой эксперт по внешней и внутренней политике России политолог Карлис Даукшц, это системное явление. Потому что сам Путин никогда на себя не берет какой-либо ответственности. Он всегда ищет кого-то стрелочника, на кого можно повесить какую-то ответственность за какие-то невыполненные дела кем-либо. Фактически главный, который не выполнил свою задачу как главнокомандующий, это сам Путин. Политолог уверен, что задача Путина не только найти виноватого, но такого, в вину которого поверило бы население. Все это может, по словам Даукшца, вызвать опасения как военных, так и российской элиты. Вот таков пока расклад по правым и виноватым в провале российской армии. А вам, уважаемые зрители, мы предлагаем вместе с нами порассуждать. Кого посадят за провал в Курской области? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в студии Радио Свобода политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Тут хочется в качестве такого референса вспомнить историю Шойгу и разгон его команды. Ну, если не сказать рассадку. Это такой, получается, был отложенный штраф. Потому что до пудли не было понятно, за что именно меняют начальника Министерства обороны России. Ожидаете ли вы подобный сценарий и в этой ситуации с провалом российской армии в Курской области? Или, может быть, в условиях активных боевых действий пооперативнее будут приниматься решения о каких-то переназначениях? В любом случае, ощущение есть, что козел, впущение потребуется Путину. Козел потребуется. Думаю, что не сразу. Потому что Путин никогда не любит действовать в условиях вынужденности. Когда это осознается, что это вынужденное действие. То есть, конечно, он кого-то отстранит. Может быть, кого-то посадят. Но не сейчас. Потому что, во-первых, глупо заниматься посадками, когда надо стремительно выстраивать оборону или какое-то подобие обороны хотя бы. И потом, сейчас слишком очевидно, что если будет посадка, это будет означать, что что-то идет не по плану. А у нас все идет по плану, если вы не в курсе. Поэтому он спешить не будет, но простить он тоже не может, потому что ему надо на кого-то свалить свою вину. На самом деле, виноват он, потому что он затеял всю эту чудовищную кровопролитную бодягу. Но не может же он с этим примириться, правда? Значит, будет кто-то виноват, кто-то будет наказан из тех, кто нанесли удар в спину. Вот это самое простое. Кого-то еще посадить, напугать и так далее. Но и своих придется тоже наказывать. Действительно, я согласен с тем, что, конечно, Герасимов в первой очереди. К слову о том, что все идет по плану. А как получилось российским ли чиновникам, российской ли пропаганде объяснить населению, что это все в пределах нормы, ничего страшного не произошло, а главное вызвать ощущение, что это уже обыденность. Ну, примерно как полеты дронов по российской территории. Для этого есть два условия. Первое – это контроль над ключевыми группами элит, в том числе медийными. Ну и понятно, там бизнес, силовые элиты, региональные элиты. Вроде бы Путин их всех держит в кулаке. Слава богу, у него для этого хватает денег. И второе – это время. Потому что сейчас шок. Ну как? Путин полез спасать русских людей в Донбасс. А теперь он, оказывается, не может их спасти у себя в Курской области. Задача – растянуть во времени, чтобы люди забыли, чтобы эта тема ушла из новостных заголовков. Ну а там, как в Оренбурже. Помните было наводнение? Ну и что там происходит? Что, там дома, что ли, построили? Нет, каждый выживает. Ну, вы знаете, чрезвычайная ситуация, чрезвычайные ситуации рознь, если уж это сравнить с Оренбуржием. Конечно, но я про медийное представление. Мы забыли, что там происходило. Как из телевизора эту картинку вынули, так там каждый выкарабкивается, как может. Им там дали по какой-то небольшой сумме денег, но заведомо недостаточно, чтобы построить дома. Да, и что даже меньше, чем деньги, которые получили жители Курской области. Ну, там это 10 тысяч, конечно, это вообще смешно говорить, но потом им что-то выпишут, конечно, понемножку растянут во времени и задвинут на задний план. И люди будут там выковыриваться сами, как могут, потому что понятно, что Украина окапывается, эту землю она не отдаст, ну, как минимум, до президентских выборов. Придвигаться больше они всерьез, по-моему, ненамеренные, и, по-видимому, и не могут. Но они могут выстроить хороший оборонительный рубеж, который, как Путин будет брать? Как в Авдеевке, то есть сравнивать с землей, что ли, вот эту самую Суджу на своей территории. По-другому его войска не умеют. Соответственно, вот эта здоровенная рана, прореха, которая там площадью больше 110 квадратных километров, примерно столько, сколько Путин завоевал с начала этого года, вот это будет зиять на имиджи Путина, это будет зиять на имиджи Герасимова. И надо сделать так, чтобы это забыли. Вот они этим и будут заниматься. Значит, они будут заштопывать, замазывать, об этом отвлекать, говорить про что-то еще очень важное. А эти 200 тысяч людей, потерявших свое жилье, будут воспитываться в рамках того, что вот пришли украинцы и разрушили их мирный быт. Ни с того, ни с сего. А нас-то за что это? Гораз вы знаете об этой дилемме между продолжением действий на Донбассе и действиями в Курской области. Мы поговорили, нам сегодня удалось поговорить об этом с украинским военным экспертом Михаилом Самусем, об этой стратегической дилемме, в которой оказалось российское военное командование из-за прорыва в Курской области. Давайте послушаем. Самая главная проблема сейчас для российского руководства это стратегическая дилемма. Что делать вообще в этой ситуации и что делать дальше? Первое, в чем стратегическая дилемма? Или прекращать наступление в Донбассе и перебрасывать 2-3 дивизии, что нужно, в принципе, для того, чтобы нейтрализовать эту ситуацию, нужно 2-3 дивизии для удара по флангам украинской группировки. Снять 2-3 дивизии из Донбасса, соответственно, остановить наступление в Донбассе и нейтрализовать ситуацию, попробовать, в всяком случае, эффективно нейтрализовать в кратчайшие сроки ситуацию в Курской области. Или попытаться продолжать наступление в Донбассе, давить на всех фронтах, попытаться заставить украинское командование прекратить наступление в Курской области и вернуть резервы на Донбасс и на другие направления, Харьковское, на юг и так далее. И вот эта вот дилемма, она продолжает сохраняться. Судя по всему, все-таки Путин и высшее военно-политическое руководство России решило пойти по пути минимизации ресурсов, которые направляются в Курскую область. То есть фактически сейчас мы видим, что Россия пыталась и, наверное, будет еще пытаться с недельку проводить свою контртеррористическую операцию за счет какой-то сборной солянки разных войск, Росгвардии, каких-то войск с Донбасса, Харьковской области, Юга, Запорожской области, Херсонской и так далее. Попытаться вот этими сборными солянками каким-то образом нейтрализовать угрозу, надеясь, надеясь, что Украина все-таки остановится. Ну, то есть с военной точки зрения получается, что была конкретная ставка, что мы будем делать теперь вот это, а вот этого мы делать не будем. Но при этом неужели успехи ВСУ в Курской области, территория, которую вы упомянули, мы ее с коллегами сравнили бы по площади, она сопоставима с Москвой, без учета вот новомосковского округа, который присоединился и Бенин. Это такая же площадь, она же огромная. И почему, как вы думаете, политически российское командование, оно все-таки ставит на продолжение атаки на Донецкую область? И не переброски резервов, достаточных для военных действий в Курской области? Ну, вообще Путин крайне не любит менять свои решения. Он считает, что надо просто добавить, надавить, и все получится. Это личное свойство. Второе есть объективное, потому что наступали-наступали, каждый день по тысяче бойцов клали, и если теперь остановить на полпути, то, во-первых, Украина укрепится по ныне действующей в Донбассе линии обороны, во-вторых, это будет очень серьезный удар по имиду Путина в глазах военной общественности. Для чего тогда они уничтожали огромное количество своих людей, если и пригрызали вот эту линию обороны, если они остановились? Но стратегически, мне кажется, Украина находится в правильном, выгодном для себя решении. Она стремительно пробила дырку, потом сделала то, что называется выход на оперативный простор, и сейчас, я так понимаю, они уже окапываются, взорвали мост через Сейм, или через Пселу, я не помню. Через реку Сейм, да, как раз давайте мы сейчас вот к этому моменту вернемся. И готовят такую системную оборону. Обороняться-то проще, чем атаковать напротив хорошо выстроенной линии обороны. Вот Путин прогрызает, прогрызает, сейчас ему еще предстоит пригрызать вот эту огромную подкову, которую украинцы сейчас быстренько построят. И это сопровождается большими потерями, чем у обороняющейся страны. И очень важно, я секунду еще займу время, что в момент прорыва, поскольку там в тылу-то, в Курской области ничего не было, Украина продвинулась с минимальными потерями. Ну, там что-то они потеряли, естественно, но Россия теряла больше. Обычно атакующая страна теряет больше обороняющейся. В данном случае было наоборот. А сейчас, значит, надо Украине перейти в оборону, как мне кажется. И пусть теперь Путин прогрызает, пусть переживает. Я просто как раз хотелось сфокусировать внимание наших зрителей на том, что сейчас происходит на фронте. И вот, да, новость последних буквально минут, часов, ну, наверное, все-таки часов, в Глушковском районе Курской области уничтожен мост через реку Сим. Вот в чем стратегическая его значимость? Он соединял поселок Глушково и часть приграничья с основной частью этого района. Но при этом Минобороны России вторую неделю отчитывается об успехах и уничтожении множества техники, солдат со стороны вооруженных сил Украины. Но остановить наступление пока что, судя по всему, не удается. И что происходит в приграничных районах, смотрите в нашем сюжете. Российская армия перебросила с оккупированных территорий Украины несколько бригад численностью около тысячи человек каждая, чтобы остановить наступление ВСУ в Курской области, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. Но отправлять крупные и хорошо подготовленные подразделения в Курскую область Россия пока не собирается, уточняют те же источники. Укреплять оборону в регионе планируют силами новобранцев. Информацию о перемещениях российских военных подтверждают в Пентагоне. Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены с операцией в Украине в район Курска. Это только первое сообщение. Поэтому я не могу с уверенностью сказать о численности или целях, но мы наблюдаем некоторое движение. Также несколько источников CNN сообщили, что США против ударов ВСУ по Курской области американским дальнобойным оружием, потому что не могут поставить Украине достаточное количество ракет от АКМС. По данным издания, Вашингтон советует Киеву бить имеющимися ракетами по оккупированному Крыму. Минобороны России заявила об уничтожении двух пусковых установок «Хаймарс» в Сумской области. Украинский проект «Дипстейт» утверждает, ВСУ захватили село Внезапное в Курской области, в то время как российские войска продвигаются возле Песчаново и в Красногоровке в Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждает, что Украина контролирует более тысячи квадратных километров Курской области. С полуночи наши войска на отдельных направлениях продвинулись вперед на расстояние от 500 метров до полутора километров, отразили три контратаки противника и продолжают вести наступательные действия. С начала операции в Курской области наши войска продвинулись на 35 километров, заняли 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. При прохождении срочной службы в Курской области погиб 22-летний Артем Добродумский из города Шахты Ростовской области. С начала наступления ВСУ в регионе пропали более 20 российских солдат-срочников. Подсчитали важные истории. Журналисты издания «Астра» подтвердили личность 42 срочников, попавших в плен. Украинские СМИ утверждают, что за 15 августа спецназ СБУ захватил в плен 102 российских военнослужащих в Курской области. По словам собеседника УНИАН в спецслужбе, это самое массовое пленение российских солдат за время войны. Минобороны России информацию о пленных не комментирует. Глава ведомства Андрей Белоусов создал координационный совет по безопасности приграничных территорий. В состав совета вошли заместители министра обороны, представители Генштаба и губернаторы пограничных областей России. Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам. Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами администрации Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. В приграничном Глушковском районе Курской области продолжается эвакуация жителей. От поселка Глушково до границы с Украиной около 7 километров. И около 17 километров до деревни Внезапная, куда зашли ВСУ. По словам Временного главы Курской области Алексея Смирнова, из приграничных районов выехали более 120 тысяч человек. За время боев в регионе погибли 14 мирных жителей и более 140 человек пострадали. Сегодня днем снаряд попал в машину Народного фронта, сотрудники которого помогали вывозить из приграничья мирных жителей. Двое сотрудников погибли на месте, третий ранен, сообщили в организации. Около двух тысяч человек остаются на территории, занятой украинскими военными, заявил Смирнов. Украинский военный эксперт Михаил Самусь, с которым мы поговорили перед эфиром, считает, что в России не просто заканчивается время, но еще и переброска нескольких тысяч солдат, о которой шла речь в нашем сюжете, не сможет улучшить положение в Курской области. Росгвардии и ФСБ не способны провести такую войсковую операцию против войсковой операции. Украина проводит войсковую операцию, а Россия — контртеррористическую. Абсолютно не те весовые категории. Понятно, что контртеррористическая операция удобно звучит, не вызывает какой-то паники среди российского населения. Там можно прекратить выток информации, выгнать всех военкоров, которые франили первые дни. Но с точки зрения эффективности это абсолютно другие весовые категории. То есть там, где Украина применяет хаймарсы, танки, западную бронетехнику, вывезти и десантные войска, самые профессиональные, вывезти против них срочников и росгвардейцев, но это неэффективно. Поэтому я думаю, что через какое-то время, когда будет наконец-то кто-то осмелится доложить Путину, что, понимаете, тут ситуация, нужно больше сил, и, к сожалению, нужно временно, чуть-чуть на время прекратить наступление Донбасса. Потому что у нас физически нет сил. Ну, да, можно набрать сейчас по улицам побегать, там за 3 миллиона рублей набрать каких-то людей непонятных, по селам поездить еще на скрести. Это можно. Россия большая страна. Но имеется в виду соединение действующее по единому плану, профессиональный механизм, дивизия, даже не батальон. А это очень сложно. Поэтому вот снять дивизию 2 с Донбасса, это означает, что на Донбассе прекратится наступление. Ну, не сразу, конечно, будут бросать еще в эту топку много людей, российские командиры, чтобы не допустить провала на фронте и обратного движения. Но в любом случае, рано или поздно российскому команду не нужно будет докладывать и решать все-таки проводить войсковую операцию, иначе будет совсем плохо. Андрей Борисович, а вот доложат ли Путину, хочется спросить, или система уже так выстроилась, что сам должен догадаться, может быть? Да нет, Путину что-то всегда докладывают. Просто одно ведомство докладывает одно, другое – другое. Они чаще всего решают проблему победить своих конкурентов, чем доложить то, как есть на самом деле. Это уже отработанная с советских времен система. Главное, чтобы начальство успокоилось, а дальше мы как-нибудь решим потихоньку. Врут, конечно. Ну, как сказал господин Белоусов, ошибаться можно, врать нельзя. И сразу начался поток системной лжи. Ну да, естественно. Потому что по-другому эта машина не работает. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что сейчас с сырными, неподготовленными людьми, возможно, удастся заткнуть дыры. То есть остановить продвижение Украины. Отыграть эту территорию назад нужны специально квалифицированные, подготовленные профессионалы. Матерые мужики, а не вот эти самые срочники. Да и то не уверен, что можно так легко остановить. Так что я согласен, что результат-то долгосрочный. Еще, может быть, на неделю хватит наступать в Донбассе, а потом придется как-то переконфигурировать. Это все требует много времени. Это все требует освоения на новых территориях, создания для начала оборонительных сооружений, потом подготовки наступательных. Короче говоря, до выборов президента в Соединенных Штатах, а это ключевая точка, Путин ничего не отыграет. И проблема-то, в общем, в том, что с каждым днем восторгов со стороны российских пропагандистов все меньше. А ему надо затереть, заиграть, как говорили в детском футболе. Это пропущенный гол, может быть, даже два. И отвлечь общественное внимание на что-то другое. Ну, конечно, это серьезный нокдаун. Не нокаут еще. Я бы не хотел, чтобы люди заблуждались, что вот мол. Но ощущение, что, конечно, Путин это пропустил, этот удар. Конечно, он был к этому не готов. И потому он к этому не был не готов, что картинка, которую ему рисовали подчиненные, точно так же отличается от действительности, как она отличалась, когда они рисовали картинку перед началом этой самой СВО. Что встречать будут с цветами, что киевский режим вот на ниточке висит, что у нас десятикратные преимущества в том, в том, в том и в этом. Победим за три дня. Ну, вот почти три года прошло, и война уже на территории России. В общем-то, те, кто анализирует реальную картинку, как-то думали, что раньше или позже к этому все и придет. А тут ведь еще и экономика. Экономика начала поскрипывать. Так что плохо для Путина. Хорошо для Украины. Но игра еще не кончилась. Еще эта машина будет жрать людей в огромном количестве и стои с другой стороны в течение ближайших нескольких месяцев. Пока, а может быть и лет, пока Владимира Владимировича какое-то отчаянное звено в России каким-то загадочным образом не отодвинет. Или не устранит. Ну, а про Ваше предположение, что это до ноября, а именно в начале ноября будут президентские выборы в Соединенных Штатах, это речь сугубо про ситуацию в Курской области или выборы в Штатах? Нет. Тут же дело в том, что Путин проиграл, ну, в конце концов, 100 квадратных километров, 120 квадратных километров, 1000 квадратных километров. Это пустяки. А вот убежденность, что все эти путинские красные линии гроша ломаного не стоят, вот это очень важно. Потому что для Запада становится понятным, во-первых, что он не зря снабжает Украину вооруженными, сомеренными вооружениями за счет американского налогоплательщика. И, во-вторых, что Путину нечем ответить. Потому что тут все эти вопли про то, что ядерные державы не проигрывают, и, соответственно, мы еще всерьез не начинали, или мы сейчас организуем вам пролив между Мексикой и Канадой вместо американского континента. Это все для восторженных дураков. На самом деле Путин прекрасно понимает, что и Китай, и Соединенные Штаты ему не простят перевода в ядерный конфликт. Ну, Китай по-своему не простит, а Соединенные Штаты и НАТО по-своему. Они нанесут ответный удар, и Путин об этом ясно сказан. Так что красные линии, пожалуйста, сверните в трубочку и запихните куда-нибудь подальше. На это уже не работает. И вот этот миф о второй помощи армии Украина благополучно развеяла. Так что ситуация меняется в стратегическом плане. И, конечно, это сильно влияет на предвыборную ситуацию в Соединенных Штатах, потому что основная, так скажем, стратегия нападения со стороны Трампа заключалась в том, что вот столько денег забабахали в Украину, а на самом деле оно того не стоило. Трамп может сказать, вот, смотрите, стоило. И будет очень трудно возражать. В этом смысле Зеленский очень сильно рискнул, но, похоже, выиграл. Но это, что называется, для зрителя снаружи. А как же вести себя внутренним, особенно когда пропаганда ему объясняет, что после обстрелов в Болгородской области на отдельных участках до 100% голосуют за Путина? Или это лучше другими категориями мерить? Ну, например, мы, казалось, все-таки не смогли увидеть очереди перед военкоматами, которые выстроились после того, как украинские войска вошли в Курскую область. Ну, вы знаете, очереди как выстроились, так и растянулись. Надо иметь в виду, кстати говоря, что на самом-то деле буквально месяц назад очереди иссякли. Но, поскольку Путин давит, то, например, в Москве повысили там значительно, в три раза выплаты. И в Краснодаре тоже. И произошла интересная штука. Люди, скажем, из Сибири покупают билеты за счет конторы. Прилетают в Москву, оформляются какими-то водопроводчиком или сотрудником лифтового треста. И потом уже от Москвы забираются в армию. То есть, как бы Москва по этому поводу может докладывать, что она впереди всей России по выполнению плана вот этого налога кровью. И Краснодар. Но, пункт первый, во-первых, все равно эти люди из России, они из Москвы, да, так. Пункт второй, это стоит дорого. И именно потому, что это стоило дороже, всплеск этих поступлений к августу и сформировался. Ну да, там как раз-таки виделась вот эта вот кривая, поминав, что с ростом поступили... Это не реакция на курс, это реакция на... Это реакция на деньги. Но и более того, у нас сегодня был инсайт у наших коллег, что началась вербовка людей среди сотрудников ВДНХ. Хотя, казалось бы, Дмитрий Принцович, вам большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова